Уважаемые коллеги, в этом ролике я расскажу о базе данных транспортных средств, которая была разработана в нашей программе Троклоудер. Перед вами выбрана вторая вкладка «Транспорт» программы Троклоудер. Сейчас вы видите здесь дерево из разных типов транспортных средств. Более подробно остановимся на функциональности совмещения тягача и полуприцепа. Под номером 3 мы видим тип груза «Тягач» и марки тягачей, распространенных на территории Российской Федерации. Каждый тягач мы можем выбрать и посмотреть его характеристики. Если с чем-то не согласны или у нас есть новое транспортное средство, в принципе, все эти характеристики можно поменять. Установить количество скатов, количество осей на каждой тележке, снаряженную массу и расстояние между осями. То же самое в полуприцепах. Точно так же в базе достаточно много записей о полуприцепах. Каждый полуприцеп можно выбрать и определить конфигурацию осей. Для того, чтобы совместить тягач и полуприцеп, перенесем выбранный нами полуприцеп. Соответственно, например, пускай это будет крон. Сюда в верхнюю часть экрана и выбранный нами тягач. Совершенно любой, например, это будет Mercedes-Benz. Все тягач с полуприцепом у нас здесь заданы. И мы можем нажать кнопку «Совместить транспортные средства». При этом на оси будут автоматически заданы ограничения, исходя из дорог, по которым поедет наше транспортное средство. Установим 10 тонн. Вот программа сразу нас перенесла на созданное транспортное средство в папке «Совмещенные». Мы можем посмотреть то, что там получилось. Вот ограничения программа выставила, исходя из установленных дорог. Колесная база нам тут видна. И все расстояния. Соответственно, если, допустим, у нас количество осей будет меняться, мы можем прямо здесь пересчитать ограничения. Видим 10 тонн. А также можем пересчитать сезонные ограничения осевых нагрузок. В разных регионах они задаются по-разному для одиночной оси двухосной и трехосной тележки. Здесь эти параметры можно выбрать и, соответственно, установить. Вот ограничения поменялись. Проанализировать созданные транспортные средства можно на третьей вкладке «Погрузка». Мы задали три транспортных средства одинакового типа, то есть по количеству осей и ограничениям на них. На диаграмме у нас показана кривая оптимального расположения центра тяжести. Она показывает, при нахождении центра тяжести в данной точке, какой максимальный вес перевозимого груза может быть. Задача программы фактически состоит в том, чтобы расположить центр тяжести, расположить груз так, чтобы центр тяжести попал в свою оптимальную точку. Мы можем сравнить, что для первого транспортного средства максимальный вес груза для данных ограничений 23,5 тонны. Для второго транспортного средства 23 тонны и для третьего транспортного средства 26 тонн почти. При этом оптимальное расположение центра тяжести, как мы видим, во всех трех транспортных средствах разное. Поэтому не всегда работают обобщенные схемы расположения груза для того или иного транспортного средства, которое приезжает за грузом. Поэтому желательно, чтобы не получать штрафы за перегруз осей и чтобы грузить груз оптимально, по максимуму использовать средства для моделирования погрузки, такие как наша программа. Спасибо за внимание.